добрый вечер не без приключений извиняюсь за задержку так ждем пар минут кто-то к нам присоединиться или нет если смогут по времени добрый вечер ждем еще парочку минут и затем начнем к сожалению в инстаграме эфирное время ограничено чтобы мы сильно долго не ждали кто не успеет тот потом посмотрит в и дтв ну а те кто сегодня к нам присоединяться смогут поучаствовать задать вопросы будет в конце эфира время на ваши вопросы добрый вечер добрый вечер всем подходящим извините за задержку еще раз извиняюсь новый обновленный инстаграм очень такой специфический с одной стороны вроде все так же с другой стороны все поменялось поэтому иногда чувствуешь себя древний древний потому что не в ногу с прогрессом давайте может быть еще две минуты три минуты и сможем можете пока написать откуда вы я почитаю добрый вечер добрый вечер нас китай потому что добрый вечер те кто из китая подключаются знают что вечеров по московскому времени сейчас еще середина дня ну а там где остальные находятся в других часовых зонах вот наверное другое время у нас уже девятый час сейчас я телефончик поставлю хорошо чтобы он во время пера не двигался если вы вам нужно сбегать за водичкой за начать чаем кофе я пью вечером чай если меня не слышно то пожалуйста напишите в комментариях вот надеюсь что все будет хорошо не будет никаких доломов связи из китай ну вот наши девочки китайские окей ну что еще минутку и начнем вот еще подсоединяется потому что должны были начать почти 10 минут назад но связи с техническими проблемами у человека проводящего эфир пришлось под задержаться окей давайте мы с вами начнем меня зовут варя полное имя варвара я не очень люблю когда ко мне обращаются полным с полным именем или же по имени отчество потому что живя за рубежом живу я в китае сама из россии я отвыкла честно говоря от таких формальностей ну конечно же когда возвращаюсь в россию или общаюсь с бывшими учениками и все равно обращаются в каких-то там официальных источниках и для меня для моего уха это как-то так чудно режет уж и поэтому ко мне можно просто обращаться варя хотите вы поддерживать разговор на вы или на ты это зависит от вас для меня и так и так в общем то все одинаково по образованию я педагог если вы читали мою уступительную записку пост и в общем-то со временем когда проекта с моей первой дочи я не получила поддержку грудном скармливании это дала такую идею зародила у меня что нужно получать знания и помогать другим мамы вот уже последние 8-9 лет я занимаюсь тем что я поддерживаю мам после родов я послеродовая доула консультант по скармливанию также я инструктор по массажу грудничков ароматерапевт короче все у меня мои профессиональные навыки связаны с работой со семьями с детьми с беременными мамами и с папами тоже то есть в принципе работа всегда комплексная даже если я не всегда встречаю всю семью или разговариваю со всеми членами семьи но тем не менее те кто меня уже знает в разговорах наших во время консультаций я задаю вопросы и о том какая ситуация в семье до существует консультация между мамой папой так далее а сегодня мы с вами поговорим о том как себя как себя поддерживать эмоционально после рождения ребенка это такая вот вроде простая тема но она очень болезненная для многих мам потому что в общем то несмотря на то что вроде как бы у нас есть там семья друзья очень часто мы оказываемся ситуации где этой поддержки нету и эмоционально мамы сильно страдают после родов по ряду разных причин мы сегодня их разберем посмотрим на них определим где норма где не норма а также поговорим о том как можно себе помочь еще до родов или после родов ну если у вас даже ребенок уже не совсем маленький а вот вот эти вот чувства какие-то остались эмоциональные такие горки да вы все равно можете себе помочь то есть как говорится не все потеряно настя здравствуйте да очень приятно вас здесь видеть после того как мама рожает ребенка мама наступает такой момент эйфории большинства мам когда вот такая чрезмерная радость даже несмотря на усталость на долгие роды на какие-то сложные роды все равно когда впервые видишь ребенка охватывает такое тебя необычное ощущение эйфорическая радость это все это наши гормоны гормоны счастья играют загревает но где-то на третий день после родов и чуть тогда позже у мамы начинают меняться эмоции и вдруг неожиданно у мамы наступает грусть хочется плакать мама расстраивается и начинаются сомнения а со мной что-то не так а почему я вот родила ребенка да да вроде же все говорят что такое счастливое время а я тут рыдаю и плачу и вроде вот у меня тут и муж помогает и бабушки дедушки все хорошо а я вот такая вот нехорошая себя чувствую там недоматерью это нормально потому что гормональные изменения во время беременности и родов они очень сильно влияют на наш эмоциональный фон мы знаем что в нашем организме все взаимосвязано влияние извне влияние изнутри и изнутри нашего тела оно напрямую связано с нашим головным мозгом далее там происходят разные реакции которые как раз отвечают за ощущение счастья ощущение горечи какой-то такой вот вот происходит снижение уровней эстрогенной прогестерона во время беременности после родов особенно если мама те которые кормят грудью да мы знаем что гормон пролактин который отвечает на грудное скабливание в принципе как бы так подавлять все эти остальные гормоны для того чтобы дать возможность маминому телу сконцентрироваться на производстве как это молока и на том чтобы вот организовать все для грудного скармливания также изменяется уровень гормонов щитовидки щитовидной железы даже если у вас нет проблем с щитовидной железой все равно уровень гормонов меняется в нормальных рамках и из-за этого тоже могут в общем-то наступать такие вот стрессовые ситуации для мам физиологические изменения происходят во время беременности после родов очень часто мамы переживают за прибавку веса или за потерю веса есть такие мамы которые теряют вес и переживаешь с ним что-то не так изменяется тело да то есть мамы смотрят на себя в зеркало и начинают охать я хоть чего это я та самая такая вот большая с таким пузом а как потом дальше будет а я не потеряю вес тем более когда читают слушают подруг которые может быть не совсем смогли с этим справиться забывая о том что очень много разных причин по которым мама не может потерять вес например после родов или набирает вес слишком стремительно то есть это не обязательно связано с беременностью даже с родами и тем более с грудным скармливанием недостаток сна у мамы конечно же после того как ребенок рождается меняется полностью график кормить его грудью или нет у вас сбивается полностью ваш режим привычный потому что вам нужно теперь подстроиться под ребенка и дать возможность ребенку ввести вас по его режиму то что детки в этом возрасте особенно в первые минимум 6 недель они просыпаются очень часто просыпаются из-за голода из-за того что им нужно в туалет они просыпаются потому что им одиноко потому что им страшно потому что они отделены от мамы то есть мамы часто знаете да что там вот вроде заснул ребенок ароска на руках мы положили его только отошли и ребенок проснулся то есть это вот у ребенка на интуитивном уровне происходит реакция на развлечения далее отчего еще у нас такие эмоции возникают не способны заниматься привычными делами то есть мамы всю беременность себя может быть где-то в чем-то ограничивают у них не всегда есть возможности так уже вот эти вот 9 месяцев там есть любимую еду там первые три месяца тошнило потом кто-то сказал что это нельзя то пятое и десятое мамы себя может быть сами а может быть по причинам здоровья ограничивали а тут рождается ребенка еще нам какие-то диеты пытаются всунуть да то есть даже часто необоснованные вот и нету такой вот гибкости для того чтобы выйти погулять до в любое время сходить до магазин в туалет помыться то есть это очень сильно влияет психологически на мам сразу забегу вперед скажу что все вот это происходит потому вот эти вот стрессовые ситуации связанные с изменениями тела и с тем что мама там чувствует недостаток отсутствие чего-то это на самом деле больше влияние общества чем натуральное естественное происходящее состояние потому что женщины рожали детей тысячелетиями и если посмотреть в общем-то на наших прабабушек то уровень стресса послеродового был намного ниже несмотря на то что женщины практически чуть ли там после рода вставали шли в поля работали почему потому что не было вот этих каких-то там норм что мама должна вот это то ребенок должен делать все и у вас все неправильно то есть никто не стоял там над душой а просто воспринимали все так как есть если ребенок плачет его кормили если он не спал его держали на руках также есть ряд предрасположенностей которые влияют на состояние стрессовой мамы на ее эмоциональное состояние это заболевание такие как заболевание щитовидной железы например расстройство эндокринной системе в частности диабет анемия у мам тоже может очень сильно сказываться на эмоциональном состоянии если у мамы падает железо то у нее в общем-то и падает настроение упадок дух есть некоторый ряд генетических заболеваний которые тоже могут повлиять но там уже более сложная система то есть совсем с этим должен работать специалист и очень важно не запускать свои состояния и в общем-то работать с опытным специалистом который бы вам назначил курс лечения ну и конечно же мам у которых есть психологические и психиатрические заболевания которые могут ухудшиться усугубиться из-за изменений гормона вот так вот ну как наш курс называется спокойно счастливая мама как вот оставаться счастлива себя эмоционально скажем так поправить и на самом деле что можно сделать для того чтобы вот это вот сохранить эмоциональную стабильность ну опять же я забегаю вперед и еще раз говорю вам и даже возвращать назад что нормально после родов испытывать чувства прилива разных эмоций они могут положительные или отрицательные если у вас нет излишней агрессии отрицания отвергания неприязни по отношению к членам семьи и или ребенку то в принципе у вас все само сам разрешится примерно где-то к трем месяцам после родов как раз к вот когда если мама кормит груди устанавливается лактация или проходит вот этот вот четвертый триместр о котором говорят то есть гормоны начинают ваши восстанавливаться и у вас все возвращается баланс ну и потом у вас ребенок когда начинает может быть получше спать или вы уже привыкаете просто банально к его режиму и вас не так сильно беспокоит вот если же у вас есть вот эти вот какие-то страхи необоснованные если же у вас есть агрессия и ярко выраженные всплески злости то вам обязательно обратиться к специалисту потому что возможно у вас наступает признаки послеродовой депрессии а что тоже можно в принципе разрешить достаточно хорошо и успешно если вовремя поработать с психологом ну начинаем с этого и если него необходимо с психиатром ну кроме себя любимой никто говорится не поможет лучше поэтому кухнула что есть очень много методов самопомощи которые вы можете сразу до родов и после родов применять очень хорош хорошо помогает мама подготовить себя морально эмоционально это курсы по подготовке к родам почему я упоминаю здесь такие курсы потому что во время этих курсов вам вас учат тому что можно ожидать во время родов то есть вам рассказывает о разных ситуациях у вас готовят к тому что как нужно дышать это очень важно то как вы дышите во время родов это раскрыть как раскрывается ваши респираторные пути как вы обеспечиваете подачу кислорода к своим легким головном мозгу это очень важно и потом после родов вы тоже можете продолжать использовать эти дыхательные упражнения для того чтобы успокоиться расслабиться и в общем-то ну запустить хороший процесс кровообращения и ну просто сконцентрировать себя немножко особенно когда у вас были какие-то не очень легкие роды или было кислорода сечение физическая активность очень важна во время беременности и после родов когда ну в общем то вам разрешат там вставать двигаться и далее мы не говорим о том что бросаться сразу в какой-то дикий фитнес да если вы никогда не занимались до родов в спортзале там или каких какой-то аэробикой сразу бегите на сложные упражнения нет ничего такого не нужно делать экстремального элементарно прогулки на свежем воздухе элементарно движение то есть не двигаться нужно это хорошо это хорошо для кровообращения хорошо для лимфатического лимфатической системы это хорошо для респираторной системы это хорошо вообще для вашего организма двигаться не сидеть для ваших суставов во время беременности например разогрев обычный, да, вот для перед тем, как вы начинаете упражнение, например, если вы когда-то занимались фитнесом, значит, нужно разогреться. Если, ну, скажем, грубо говоря, вам нужно обычно где-то 15 минут для того, чтобы подготовить ваши суставы для следующего этапа упражнений, то во время беременности вам понадобится в два раза больше времени для разогрева, чтобы у вас вот все вот это вот начало там, чтобы себя, ну, аккуратно к себе подойти и не не было никаких травм или микротравм. Очень важен позитивный настрой. Позитивный настрой, ну, проще сказать, чем сделать, да, но тем не менее, себя нужно всегда позитивно настраивать. Себя нужно учиться любить, себя нужно учиться уговаривать и с собой разговаривать. То есть, даете себе позитивные установки каждый день, о том, что вы можете, что вы сильны, это действительно так, вы можете, ваше тело растит ребенка, то есть, в вас развивается ребенок, потом вы его рожаете в этот свет, и затем вы за ним ухаживаете, вы становитесь ответственны за одного, иногда за двоих или троих детей, да, прям в одной, одновременно. Вы можете, вы сильны, то есть, тебе нужно постоянно об этом напоминать. То есть, очень важно себя позитивно настраивать. Поддержка со стороны семьи и друзей очень важна, и если вам предлагают помощь, не отказывайтесь от нее, ни в коем случае. Даже если вы по натуре человек, как я, в первую беременность, я все могу сама, мне никто не нужен, что это тут за чужие люди, я мужу говорила, друзья тут пытаются, значит, вторгаться в нашу жизнь, и чего-то тут нам это самое, сейчас буду давать советы и вот такое. Советы все на самом деле можно мимо ушей пропустить, а физическая поддержка элементарно, поддержать ребенка, пока вы сбегаете в туалет или там, не знаю, лицо помоете или выпейте чашку чая, это очень важно. Поэтому не отказывайтесь от помощи, и если, может быть, вам ее не предлагали, просите эту помощь. Всегда найдется подруга, всегда найдется кто-то, кто уделит вам внимание, даже просто с вами поговорить, это очень важно. После родов, как бы смешно это ни звучало, достаточно отдыха. Я не говорю про то, что пишут в книгах, спите, когда спит ребенок. Вот лично на практике у меня трое детей, мне это не удавалось никогда, абсолютно, то есть спать, там, чтобы ребенок спал, да вы что, у меня там в голове мысли, а вдруг не дышат, а вот там что-то нужно сделать, а тут старшие дети и что-то еще, приготовить, поесть. Просто давайте себе время отдохнуть, почитайте книжку, ну, посмотрите в телефон, включите шоу какое-то, очень важно смеяться, кстати, вот, юмор, смех, это хорошо для вас, вырабатывает положительные эмоции. расслабляйтесь, я чуть позже об этом еще упомяну, медитация хорошо помогает, просто расслабление ума, просто вдумчиво попить чашку чая, вот, вы просто сидите, пьете чашку чая, вдыхаете аромат чая, может быть он у вас, не знаю, с цитрусом, с каким-то, с какой-то травой, расслабляющейся, ромашка, лаванда, вы вдыхаете этот аромат, с каждым глотком, и дышите, и расслабляйте себя. Очень важно маме сбалансированное питание, поэтому я вас умоляю, пожалуйста, не сажайте себя на диеты, если они вам действительно необходимы. Мама после родов кормящая может есть все, что она ела во время беременности, не нужно себя сразу ограничивать, вот прям, сейчас сяду на курицу и гречку, потому что я буду кормить грудью, и у ребенка будет аллергия. Если в семье у вас нет диагностированной пищевой аллергии или каких-то атопических высыпаний, там дерматита, например, триггером которого являются продукты питания, ради бога, не сажайте себя на диету, ешьте спокойно все, что вам хочется, и просто наблюдайте за реакцией ребенка. Вы успеете себя посадить на диету, вы успеете убрать из своей диеты продукты, которые постоянно, то есть вы едите, и у ребенка реакция, там, допустим, в плане сыпи, или стул поменялся, или что-то с рыгиванием увеличивались, да, то есть в этом плане очень важно просто наблюдать, ни в коем случае не ограничивайте себя, ваша диета должна составлять, хорошие жиры должны быть в ней, хорошие углеводы, хорошие белки, ну, и, конечно же, вы можете всегда себе подводить и шоколадку, и конфетку, очень важно, чтобы вам поступало не только достаточное количество макроэлементов, которые я сейчас упомянула, а также микроэлементы, то есть витамины, минералы. Если вы живете в каком-то климате или в каких-то условиях, где вы знаете, что из еды вы не можете получить достаточное количество микроэлементов, всегда есть витамины, минеральные добавки. У мам, у которых никогда не было проблем с дефицитом каких-то витаминов и минералов, вы можете просто принимать витамины для кормящих, или просто витамины для женщин, если вы не кормите грудью, омегу, омега-3 очень хорошо, магния некоторым вам помогает, но это нужно консультировать с врачом по поводу магния, витамина, группы витамина В, то есть врач назначит какую-то дозу, если у вас есть признаки усталости или дефицита. Самый лучший способ, если вы чувствуете какие-то необычные изменения, чтобы понять, сколько у вас в достатке, а сколько в дефиците витаминов и минералов, это сдать анализ на микроэлементы. В принципе, я лично считаю, что это должно быть рутинно. У мам, после родов, допустим, 6 недель вы приходите на осмотр, вам должны назначать какой-то тест для того, чтобы проверить этот баланс. И тогда будет понятно, нужен ли вам, например, витамин D или нужно ли вам действительно пить дополнительно кальций. Не просто так вот рутинно врач сказал, а потому что вы кормите грудью или потому что вы рожали, вам нужно пить это. Нет. Если вы чувствуете, что вам нужно что-то пропить, сделайте анализ. Вот следующий совет, такой у меня слегка скептический, наверное. поменьше читайте и сравнивайте себя с жизнью шикарных блогеров. Вот. То есть вы читаете их, ради бога. У них, кстати, очень бывает много интересных вещей. Там они рассказывают, делятся. Я знаю, в общем-то, достаточно хороших таких блогеров с огромное количество подписчиков. Но ни в коем случае не сравнивайте с собой, не сожалейте о своей жизни. Потому что у них одно, у вас другое. Вы не знаете, какие у них проблемы, и они никогда не будут знать, какие у вас. Многим вот эта вот красота и восстановление после родов дается очень тяжело. И они вкладывают огромное количество усилий, прикладывают. Они практически все следуют хорошей диете, то есть они находят время, чтобы расслабиться, там, заземлиться и так далее. У многих есть поддержка в первую очередь от вас, их подписчиков. То есть кто-то им посочувствует, кто-то им что-то посоветует, кто-то им просто скажет добрые слова. Ну, иногда не всегда добрые, но тем не менее. Плюс у многих блогеров есть родители, которые с ними проводят время, есть няни и есть профессионалы, с которыми они постоянно работают. Вот. То есть не сожалейте своей жизнью. У вас жизнь совсем другая, вам нужно искать свои ресурсы для того, чтобы поддерживать именно себя, свою индивидуальность. И вообще, когда вы читаете информацию в интернете, и ищите, например, ответ на вопрос, что у меня у ребенка засыпь, фильтруйте информацию. Найдите каких-то репутабельных людей, которым вы будете следовать, которые очень объективно подходят к ситуации, которые никогда не заставят вас почувствовать, что вы не до мать, не ужасный человек, и что все делаете не так, и вообще должно быть все по-другому. Вот. Когда вы приходите на страничку к какому-то блогеру, инфлюенсеру, вы должны чувствовать себя там комфортно, а не так, что вам стыдно за себя или неуютно, а вы должны почувствовать, что информация направлена на вас, и она вас поддерживает. Это очень-очень важно. Найдите также группы поддержки, они могут быть онлайн, или они могут быть лицом к лицу, да. Например, молочная лига во многих городах существует, и в России, и вне России. это организация, которая занимается поддержкой грудного скармливания, и ведут группы, ведущие, высоко квалифицированные специалисты, консультанты по грудному скармливанию, волонтеры. Есть группы типа трэги, по-моему, на фейсбуке или вконтакте, где-то там, да, то есть есть очень много вот таких онлайн-сообществ, где можно пообщаться с другими мамами, где вас поддерживают, и где вас выслушают. Ну и еще раз своевременно обращайтесь за медицинской помощью, не жертвуйте своим здоровьем, махая рукой на недомогание, а, там, поболела и пройдет. Очень нужно бережно к себе относиться, особенно вот в первые там несколько месяцев после рода, потому что ситуации могут быть разные, да, после родов не всегда сразу проблема вылезает, она может появиться чуть позже. К гинекологу можно сходить с малышом, если даже вам не с кем сходить, то в очереди всегда найдется какая-нибудь добродушная тетушка, которая, или, может быть, даже медсестра, которая поддержит ребенка, ну, там, не знаю, пять минут, пока вас осматривают на кресле. Вот, то есть ни в коем случае не давайте себе заболеть больше. Ну, и не занимайтесь сильно самолечением, особенно если у вас есть какие-то серьезные проблемы со здоровьем. А следующий подход к самопомощи, который я хотела, с которым я хотела поделиться с вами, который я очень люблю сама, выслушав все мои квалификации, вы, наверное, уже поняли, к чему я веду. Это холистический подход. То есть целостность, да? Мы подходим целостно ко всему. Нам нужно найти себя. Вот мы себя разбрасываем и мы забываем о том, что только поняв, что мы единое целое и только подойдя к нашему здоровью с разных сторон, мы сможем себе помочь эмоционально, и физически, и морально, и духовно. Вот. И для мам-то очень важно, потому что после родов мам в связи вот с этими всякими изменениями, в связи с тем, что очень много давления происходит на них, мамы себя теряют. Мамы в себе сомневаются. Если они до родов, например, прекрасно знали, что они хотят, как они хотят, что они будут делать, когда рождается ребенок, часто они сознают, что, о, что-то все не так, я, по-моему, не так делаю, и начинают сомневаться в том, в чем они были уверены, и все, что они хотели. То есть, подходя к своему здоровью, особенно эмоциональному, холистически, то есть целостно, вы, в общем-то, можете найти опять свой путь и вернуться к своим убеждениям и, в общем-то, достаточно сильно себе помочь в этом плане. Что здесь я рекомендую? Ну, я уже упомянула медитацию, йога, может быть, какие-то очень простые асаны, да, позы, визуализация. И я уже писала в анонсе, что все, кто поучаствует в нашем эфире, а также все те, кто подпишется на мою рассылку, это в моем профиле, в моем личном, Варя Санина, в шапке, получат в подарок от меня как содержание нашего сегодняшнего эфира и памятку о том, как, что можно сделать для самопомощи в плане эмоционального здоровья, а также получат от меня аудиомедитацию небольшую, которая поможет вам, скажем так, дать себе такой толчок для того, чтобы начать медитировать. Причем это можно делать где угодно, когда угодно, с ребенком рядом, с ребенком на руках или нет. То есть это очень такая небольшая, замечательная медитация, которую я придумала и, в общем-то, я ее использовала себе. Многие годы до сих пор я ее использую, хотя дети мои уже большие. И те мамы, которые у меня любят медитацию, я тоже с ними делюсь вообще на тему медитации, но вот эта именно медитация в записи, она новая. Поэтому будьте первыми, кто ее получит. Я уже говорила он тоже про позитивные установки, что очень важно. Принятие реальности. Нужно себя принять, такое, какая вы есть, свое тело, появление ребенка, изменение в вашей жизни. Ваша жизнь поменялась после рождения ребенка и все. То есть вы не сможете повернуть время назад уже, что бы вы ни делали. То есть даже если у вас какие-то там сожаления, не знаю, что я там быстро, слишком рано родила, или что-то я там не сделала, не нужно вот это вот все, багаж этот собирать и сожалеть об этом. Ну, скажем, сделали вы какую-то ошибку, оступились, может быть, что-то не так сделали, проэксперименировали. Мы так поднимаем себя, принимаем себя, поправляемся и идем дальше. То есть ребенок так и учится, даже ведь по жизни. Вот когда ваш ребенок начинает двигаться, он же не умеет еще ползать, он не знает, где там углы, не углы, где там опасно, не опасно. Ребенок просто начинает ползаться, там он упал, ну, может быть, поплакал, опять встал на четвереньки, потом встал на ножки и начал ходить. Точно так же вы должны себя поднимать и проносить по жизни, воспринимать себя, быть собой честными. Многие мамы помогают в фотофитотерапии. Договорилась. Фитотерапия – это наука, вернее, наука, ну, скажем, такое подразделение методов лечения, оздоровления с помощью трав. В России, например, практикуется она достаточно хорошо, у нас даже в аптеках можно зайти купить травки, наверняка вы и в детстве пили травки, и до сих пор, в первую очередь, когда вы идете в аптеку, возможно, вы смотрите на какие-то сборы травные, или там, не знаю, сиропы на травах. Вот. Очень хорошие травы, которые помогают в послеродовом восстановлении, балансируют эмоции. Это лаванда. Она как успокаивает, так и она бодрит некоторых людей. Ромашка. Мы знаем о том, что ромашка такой универсальный, расслабляющий способ. Ромашку все очень любят заваривать, ей любят умываться, купаться в ней и прочее. Лепестки, бутоны, розы. Если роза, например, не рекомендуют во время беременности, но послеродов она замечательно тонизирует, помогает, восстанавливает, придает такой свежий аромат и дает свежесть мысли. Мелисса. Мелису мы знаем, да? Лимонник. Вот, травка такая. Ну, у мелисы единственное, что для некоторых мам она может быть, влиять на лактацию отрицательно, но для некоторых мам лиса наоборот является средством, которое улучшает лактацию. То есть здесь просто начинайте с отвара по чуть-чуть, да, и посмотрите, как вы себя чувствуете. Любые цитрусы, но особенно бергамот. Бергамот, трава и масло, а потом я упомяну об этом, это такое вот средство, которое помогает отрешиться от прошлого, сбросить лишний багаж. Бергамот, он из цитруса, то есть цитрусы есть сладкие, да, а есть цитрусы горькие. Бергамот, он не горький и не сладкий. Он такой вяжущий, горьковато-сладкий. Такой у него интересный аромат. Те из вас, кто когда-либо пил иранский чай, возможно, вы прочувствовали вкус бергамота там за счет того, что вот добавляют бергамот в иранский чай, да, к черному чаю. У него такой свежающий аромат, который помогает сфокусироваться, собрать мысли. Вот. И на Древнем Востоке вообще очень любят чай с бергамотом на Среднем Востоке. Из ароматерапии и под ароматерапией я подразумеваю эфирные масла. Опять же, мелиса, тоже очень хорошо масло. Римская ромашка. То есть, есть много видов разных ромашек. Именно римская ромашка. Ладан. Мы знаем, это очень известное. В церквях его раскуривают. Но на ладан является королем масел. И ладан вообще работает с эмоциями очень хорошо. Он помогает расслабиться, отогнать неприятные мысли. У меня была ситуация, когда во время карантина здесь в Китае мне написала одна женщина. Она говорит, ой, мы уже не знаем, что можем делать. Мы так переживаем, мы так беспокоимся. И вот прям нас чуть ли не трясет. Что нам делать? У нас есть вот такие масла. Я говорю, цитрусы, цитрусов у них не было. То есть, те цитрусы, которые вообще создают такую радостную атмосферу и поднимают, дают энергию. Вот у них был ладан, что-то еще. Я предложила им попробовать наносить ладан, ароматически отдыхать, может быть, разбавлять, наносить на кисти рук и давать себе возможность ощущать аромат. И она мне написала буквально, может быть, дня через два, сказала, что спасибо большое, потому что как только мы начали использовать масло ладана, мы сразу впали в такую вот эйфорию. Ну, не то, что эйфорию, может быть, у них наступило облегчение. То есть, знаете, когда у вас такой стресс-стресс-стресс, и потом отпускает, и у вас прям вот такой вот вау, расслабление. Говорит, вот такое было чувство, и мы так успокоились, нам так было хорошо. Ну, конечно, не ушло полностью беспокойство, оно все равно осталось, но именно вот им нужно было что-то, чтобы их расслабило. и в Китае нельзя купить успокоительные средства просто так в аптеке, как у нас можно пойти купить пустырник, валерьянку, да, или еще какие-нибудь покрепче. В Китае вообще все это только по рецепту врача, и с большой неохотой назначают, только в серьезных более случаях. Поэтому она еще мне написала, спрашивала, чем бы нам попользоваться, попробовать, прежде чем мы пойдем за направлением. Цитрусы, я уже помянула, эвкалипт. Эвкалипт мы все знаем, почему эвкалипт, потому что эвкалипт, кедр, и вообще пихтовые масла, и розмарин, они раскрывают наши респираторные пути. А я уже об этом поминала, да, выше, что если наши респираторные пути открыты, если мы дышим легко, хорошо, у нас нет никаких заложностей, как у меня сейчас, то мы даем доступ в наш организм большому количеству кислорода, что обогащает наши клеточки, помогает восстановлению, обогащает наш мозг, помогает нашему мозгу фокусироваться. Розмарин, так я вообще рекомендую мыть голову, то есть, представь, как вы помыли голову, вот, капельку капнуть на пальчик и на макушечку себе вот сюда втереть. Вот. Розмарин помогает с забывчивости очень хорошо, ну, конечно, он не восстанавливает вашу память, прям вот, магический, но запах розмарина просто помогает вам вот, как раз, раскрыть ваши респираторные пути и сконцентрироваться. Вот такие рекомендации от меня, и у нас есть еще 15, наверное, 20 даже минут на ответы и вопросы. Если у вас есть вопросы, давайте их пишите сейчас, а если нет, то я могу еще что-нибудь рассказать до окончания эфира и после этого мы с вами закончим. Есть ли у вас вопросы? в силу того, что я сижу в наушниках, не слышно, наверное, мою музыку на фоне играет очень приятная музыка расслабляющаяся. Тоже очень хорошо, кстати, вот слушать музыку. У меня, когда дети, там, не знаю, зубы у них резались, колики были, вы знаете, такие моменты, когда уже, не знаю, хочешь спать и вот вроде они не спят и ты сами спишь такой измученный, вот что делать? Мы пели песни, вернее, я пела или я включала музыку на своем телефоне, клала где-то рядом и вместе слушали и вот очень хорошо успокаивает музыка. Музыка имеет вообще магическую такую силу замечательную. Я смотрю, что у нас потихонечку народ расходится. хорошо. Ну что, если у нас больше нет вопросов, нет никаких вопросов, то мы с вами закончим сегодняшний эфир. Я приглашаю вас на свою страничку, где я делюсь много чем. Дети у меня уже, конечно, большие, им 6, 8 и 12 лет, то есть я пишу не только совсем о маленьких детях. Вот как раз. Как вопрос. Как вам с тремя детками удается столько всего успевать? Ну, отвечу так. И, пожалуйста, есть ли особенности отношения материнства и воспитания идти в Индии, Китае, которых в Павелии не хватает в русской культуре? Ага. Так, давайте я на первый вопрос отвечу. Как удается с детьми столько всего? Ну, наверное, это моя вообще особенность по жизни. Я такой человек, который делает несколько дел сразу. Может быть, у меня даже гиперактивность есть. Вот. Что у меня, в общем-то, у меня такой неиссякаемый источник энергии. Даже если я очень устала, я все равно себя всегда как-то могла поднимать и, в общем-то, проводить. Более интуитивно, но потом уже позже, когда я все это начала, в это во все начала вникать, уже будет более осознанно. Ну, мне очень тоже помогал и помогает муж. Вот эта поддержка, видите, она очень важна. У меня не было нянь. В Китае очень распространено нанимать няню, да, помогать, то есть убираться, там, ухаживать за детьми. У меня, вернее, была уборщица, она приходила там пару раз в неделю, чтобы такой вот сделать генеральную уборку, полы помыть, это может быть там завалявшуюся посуду. Вот. Но у меня не было няни, именно которая бы ухаживала за детьми. Я как-то все это с мужем мы организовывали сами. Моя мама приезжала на роды двух детей, второй и второй дочки и сына, но оставалось всего лишь месяц. и потом мне как-то спрашивали, ну вот у тебя же свекры жили с тобой, когда последний родился ребенок. Особенность моих свекров такая, что они ни во что не лезут. Они замечательные люди, с ними было очень легко уживаться, но если бы я их не просила, например, там, поиграйте или походи, погуляйте с дочкой со средней, они сами не предлагали. они себя не волонтерили на эту работу, поэтому я их сильно тоже не напрягала, потому что они были уже такие старенькие. Вот. Очень важно распределение своего времени. Ну, конечно, когда ребенок совсем маленький, грудной, висит на груди, это сложно, но тем не менее вокруг всего можно себя как-то организовать. Мне, например, помогали слинги, вот вообще очень хорошо. Даже если у меня дети там в какой-то момент не хотели сидеть, все равно им приходилось сидеть, потому что мне нужно было две руки, чтобы там ребенка в садик отвезти или там приготовить или что-то сделать, помыть старшую. Вот. Мне помогало то, что было у них разное время для засыпания, то есть разные дети у меня в разное время ложились спать, и, в общем-то, вот так. То есть я планировала с ними свое время как-то, и пыталась найти немножко времени с каждым, но одновременно, если не удавалось, я все равно вот их всех вместе держала. Сейчас дети уже когда стали старше, это очень хорошо сказалось именно на их такой своей осознанности, самостоятельности, то есть они мне помогают. Ну и, конечно же, детки постарше помогали мне немножко с детками помладше, не знаю, мордочки построить, пока я там в туалет бегу. Вот. Как-то так. И я, еще такой момент, я везде ходила со своими детьми, то есть я себя не ограничила. Если я хотела пойти на кофе с подругами, я выходила на кофе с подругами, с детьми, и мои подруги никогда не возражали, то есть, ну, было шумно иногда, самотошно, но тем не менее. Вот. То есть я этого не боялась, потому что мне было не важно столько выйти на кофе, сколько то, что я имела возможность сделать со своими детьми. Это очень-очень важно. Вот. В Китае, наверное, не знаю, мне это было проще делать, не знаю, в России. Ну, вообще-то и в России, когда мы приезжали, тоже было не так сложно. Так, теперь по второму вопросу. Воспитание детей в Индии. Про Индию я не знаю. Все думают, что у меня муж из Индии, но он у меня вообще-то не из Индии. Муж у меня из Танзании. Вот. Из Африки. А родители у него со Среднего Востока. И у меня очень интересная семья у мужа, потому что они вообще нетипичные восточные люди. Вот. Они очень открытые. Они воспитывали детей, ну, так, хорошо, вежливыми, и, в общем-то, дети выросли все самодостаточными. но, тем не менее, у них не было вот этого навязывания каких-то там культурных традиций, ничего. То есть, они сами из разных стран. У него родители у мужа. И дети у них росли еще в третьей стране. Потом учились вот они в Индии, дети. Отец прям их вывез, потому что в то время в Танзании не было хорошей системы такое образование именно в плане колледжа. Поэтому, когда старшим пришло время идти в колледж, они выехали, и младшие доучивались в Индии. Вот. И вот. Поэтому я не могу вам сказать, что бы меня удивило. Наверное, меня удивила именно их семейная созданная культура, которая подразумевает не навязывание своего мнения. Родители очень справедливо всегда относились ко всем детям, а также к нам. Они не лезли в наши отношения. они не давали нам лишних советов о том, как мы воспитываем детей. И они нам сказали, что что бы мы ни делали, они нас поддержат. И когда я должна была оставлять с ними детьми, были такие ситуации, они делали все именно так, как бы мы их попросили. Вот. И я маму свою очень люблю. Но мама, своя мама, это своя мама. Например, если я могла жить в 130 квадратах с тремя детьми, с мужем и родителями мужа 2,5 года очень легко, мне было бы это гораздо сложнее сделать с моей мамой, потому что обе мы достаточно такие вот напористые, упрямые. и наверняка бы не один раз поспорили. В Китае что меня удивило? Ну, в Китае сейчас, знаете, такая тенденция идет. С одной стороны идет такое влияние сильное родителей, стариков, да, старшего поколения. С другой стороны, молодые родители сейчас пытаются воспитывать детей по-другому и не совсем правильно интерпретируют позитивное воспитание позволяя своим детям все подряд, сдавая позиции, и потом им очень сложно отправлять эти ошибки. Я вообще здесь в Китае работаю сама на себя, у меня маленький центр в Монтесори, где мы работаем не только с детьми, но и с родителями. И именно поэтому в общем-то я вижу вот эти вот проблемы, которые возникают как раз в воспитании. Но тем не менее, несмотря на все на это, здесь поддержка в семьях очень большая. И семья стоит в большинстве случаев на первом месте. Поэтому я даже, наверное, не буду сильно сравнивать с русской культурой. Почему? Потому что у нас в России тоже все очень разные. У нас достаточно семей, которые поддерживают друг друга безумно. например, семья моей мамы, они всегда вот, у моей мамы нет ни братьев, ни сестер родных, у нее есть только двоюродные, там, троюродные. И они ей роднее родных братьев и сестер. То есть они всегда там, они всегда для нее. И в любой момент мы можем с ними не общаться годами, но если я приеду, они меня примут как родную дочь, племянницу. вот, то есть несложно сравнить своих со своей колокольни. Вот у нас под самый конец заходят еще люди, но мы уже скоро почти закончим. Я надеюсь, я ответила достаточно понятно на ваши вопросы. Если вопросы еще какие-то есть, те, кто зашел поздно, я рекомендую вам пересмотреть эфир. Это, конечно же, час, как говорит моя подруга, трындежа. Но информация действительно полезная. Я вам даю в этом эфире хорошие советы, по которым я сама использовала и использую. Поверьте, материнство, родительство, оно непростое. Разные этапы, разные обстоятельства. Я боюсь сказать слово проблемы, потому что то, с чем мы сталкиваемся, это не проблемы, это просто этапы развития. Эфир я сохраню, да, эфир будет сохранен в этом аккаунте. И когда закончится марафон, когда закончится этот марафон, наш курс, эфир, я постараюсь также у тебя выставить в своем аккаунте. То есть те, кто не успел, могут посмотреть и будет доступно. Я не уверена, сколько будет в резерве. Ну, наверное, организаторы нам дадут какое-то время, чтобы как можно больше людей смогли попользоваться этой информацией полезной. Вот. Ну и, конечно же, все, кто поучаствовал, как я уже обещала, я вам я вас найду. Я вам после окончания марафона вышли памятку и ссылку на аудиомедитацию. А те, кто эфир не успел посмотреть, но хочет все равно получить от меня этот подарок, вы всегда можете подписаться на мою рассылку «Умное родительство». Она по ссылке в моем профиле в шапке. Вот. И после окончания марафона я дам какое-то время, чтобы люди, кто еще не посмотрел эфир, посмотрел, там подписался. Пожалуйста, подпишитесь. Я высылаю редкую информацию, но, в общем-то, вот такие вот подарочки я тоже всегда им делюсь. надо же, но я рада, что ваша дочка тоже послушала. Такое у нас, у нас такая вот онлайн связь с детками. Может быть, когда-то удастся лично встретиться. Вот. Это очень интересно, насколько нас ближает сейчас интернет. Просто замечательно. Я не устаю поражаться всему этому, этим технологиям, которые постоянно меняются. Спасибо. А я восхищаюсь вами, потому что вы, я все почти истории так более-менее помню, когда мамы кто ко мне приходили, через сколько они проходили, как они себя выдержали, как они себя подержали. Ссылочку могу дать на музыку. и я восхищаюсь тем, что мамы себя сами поддерживают. Это очень важно, что то, чем мы с вами всегда делились и в чате, и в личных сообщениях, оно дало вам возможность в себе обрести больше уверенности. Наверное, это самое лучшее, чему я могу порадоваться. окей, ну что, есть ли еще вопросы? Если нет, тогда мы с вами на сегодня попрощаемся. Так, я думаю, что у нас еще иногда бывает неправильный расчет времени из-за разницы. Я прям несколько раз проверяла, сколько времени в Москве, сколько времени в Китае, что не один раз получилось так, что я думала одно время, оно, кажется, было другое. Уки-дуки. Так, ну что, всего хорошего, всем спасибо, кто послушал, кто задал вопросы, было очень приятно посмотреть на все аватары. До новых встреч. Так, заканчиваем эфир. До свидания. Редактор субтитров Корректор А. Абонир Корректор А. Абонир Корректор А.